И по зуму к нам подключается представитель союза пчеловодов Казахстана Габит Нурадил. Габит Нурадил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорили о том, что только 5% мёда экспортировали в прошлом году наши пчеловоды. Давайте из первых уст узнаем, почему так мало. Ну, экспорту мёда препятствуют предыдущие спикеры, как бы говорили. Это определённые требования европейских стран, определённые требования Китайской Народной Республики. Хотя мы в 2014 году достигли соглашения с Китайской Народной Республикой об экспорте ежегодно 2000 тонн. Если вот мы 4000 тонн произвели в 2023 году, то это очень как бы большая сумма. Но требования, которые они предъявляют и отсутствие лаборатории, которой у нас в Казахстане как таково нету. То есть мы как бы когда отправляем, отправляем на лобум, можно сказать. То есть у нас были случаи, когда экспортная продукция ушла, но там выявили определённые несоответствия с требованиями Китайской Народной. И потом утилизация, все эти моменты были как бы это. Ну, вопросы экспорта, они как бы сейчас вот на контроле Министерства сельского хозяйства. В этом году было определённое обучение наших человеческих хозяйств. По соответствии с требованиями европейских стран, на какие моменты нужно ставить акценты. А вообще какой потенциал? Потенциал большой, очень большой. Если у нас в Казахстане 12 тысяч пчеловодов и около 800 тысяч пчелосемей, то есть даже если каждое человеческое хозяйство будет производить ежегодно вот где-то около 50 тонн, то это будет очень большая сумма. То есть мы, если вопросы экспортного потенциала как бы решатся, если вопросы лаборатории у нас в Казахстане, в общем, которые соответствуют требованиям импортеров, то экспортный потенциал очень большой. То есть мы решим одну из больших проблем сбыта продукции, пчеловодческой продукции в Казахстане. А по стоимости наш мёд может конкурировать с импортными аналогами? Что влияет на цены? Ну, смотрите, основные экспортеры у нас сейчас это Узбекистан, это Саудовская Аравия, это Объединённые Арабские Эмираты. Если сравнить даже вот с тремя вот этими странами, которые вот основные импортеры ваши, мы им экспортируем мёд, то есть у нас самая низкая цена, получается, на мёд. А что касается, если брать потребность внутри страны, мы можем сами себя обеспечить? Конечно, мы на этом как бы и делаем акцент. У нас была очень хорошая программа по питанию, дошкольного питания. То есть очень печально, что Казахстан не потребляет мёд. Среднее потребление на каждого казахстанца получается 50 грамм. Смотрите, просто если взять вот развитые страны, вот Германия, да, вот, если... То там идёт, в общем, 4 килограмма в год идёт. Мы даже если доведём до 1 килограмма, то есть тот мёд, который мы производим у нас в стране, он будет на внутреннем рынке и как бы вопрос экспорта спадёт. И напоследок, какая поддержка нужна предстоятельно? Нужно, нужно что делать? Нужно, смотрите, единственная поддержка на сегодняшний день это субсидирование племенных членов семей. На каждую пчелопадщику выдаётся, племенную пчелопадщику даётся 5000 тенге, даётся. Это очень мало. Нужно субсидировать обязательно инвестсубсидии, то есть пчеловодство это ёмкое как бы производство. Нужно обязательно инвестировать в то, чтобы те пчеловодские пачки, которые сейчас работают, они могли на промышленный уровень как бы выйти. И обязательно нужно субсидировать опыление. Нужно субсидировать челосемьи от потерь, от обработок пестицидов, от обработок агрохимическими веществами. То есть нужно все эти моменты комплексно. Мы как бы все эти вопросы на имя премьер-министра писали и сейчас находим определённое взаимодействие. А сейчас вообще что субсидируется? Субсидируется только на одну племенную пчелосемью 5000 тенге, больше ничего. Раньше были инвестсубсидии, они как бы очень хорошо помогли на тот момент. У нас было 800 тонн всего было. Сейчас если вот прошлый год 4000 тонн, вот за эти годы, за эти 10 лет производство, ну три раза поднялось, это как бы есть определённая динамика роста, но нет определённой поддержки. Мы сейчас основной акцент должны делать, знаете, на импорт пчеловинных семей. То есть у нас на сегодняшний день очень много пчелосемей, которые завозятся, пчелопакетов из Узбекистана, и которые тоже не подлежат к карантинному, как бы на границе осмотру. И завозятся очень много различных болезней. Мы сейчас с этим боремся. Спасибо вам большое за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру. Габит Нурадзил, представитель Союза пчеловодов Казахстана, был с нами на прямой связи по Зуму.